Здарова, народ! Еще начиная с поколения наших бабушек и дедушек, каждый изучает иностранный язык. И неважно, будь то английский, немецкий или французский, всегда поднимается разговор о некоторой такой волшебной стране, мир Тима Бертона под названием «Языковая среда». Это то место, где говорят на этом языке, и просто находясь уже там, ты всеми своими фибрами организма впитываешь этот язык в себя, его грамматику, словарный запас, и моментально начинаешь на этом языке говорить. По крайней мере, это то, как большинство людей думают. И вот поэтому, отталкиваясь от собственного опыта и опыта других людей, который мне известен, я хотел бы развеять в этом видео некоторые мифы по этой теме и дать конкретные решения по некоторым проблемам, которые на самом деле существуют, но люди их не видят. Что ж, давайте начнем. Для начала необходимо определиться с тем, что мы подразумеваем под этой самой языковой средой. Ибо обычно подразумевается просто страна как таковая, в которой на этом языке говорят. То есть, к примеру, если мы изучаем английский, то это могут быть Соединенные Штаты. Но есть тут один большой нюанс. И нюанс включается в том, а действительно ли мы пользуемся этим языком этой страны. Как пример, у меня здесь на ноутбуке, вы можете заметить фотографию с района Брайтон-Бич. Это такой район в Нью-Йорке, который по стечению нескольких обстоятельств был заселен иммигрантами Советского Союза. И вот встретить там нечто подобное, как кафе Пельменное с надписью на русском, эта тема вполне обыденная. И мало того, если поискать на Ютьюбе, вы можете найти интервью людей, которые прожили на этом самом Брайтон-Бич по 15-20 лет, и по-английски они не говорят. От слова совсем. За исключением каких-нибудь 15 фраз, которые они используют в местном супермаркете. и как-то так сложилось. Они же, блин, живут в Нью-Йорке. А суть-то в чем? В том, что если вы не пользуетесь этим языком, если у вас нет каких-то факторов, которые заставляли вас этот язык учить и как-то продвигать, вы его никогда и не выучите. И откровенно говоря, учим мы язык и используем его только в двух ситуациях, вот прям в масштабных. Это если мы в этой стране работаем или если мы в этой стране учимся. Если по каким-то причинам у вас получилось работать в другой стране, но на своем же языке, как это происходит на этом же самом Брайтон-Бич, то есть открываются русскоязычные магазины, то ваш язык никак не развивается. Ибо где мы язык-то используем? Мы его используем в общении с родственниками, с друзьями. Соответственно, вы из России, ваши родственники говорят по-русски. Друзья, да, но где мы находим этих друзей? В большинстве случаев мы находим друзей на учебе или на работе. Если вы не ходите на учебу или вы не ходите на работу, то и друзей в большинстве случаев у вас просто-напросто нет. Вот выходит то, что просто жить недостаточно, вот от слова совсем. Ибо когда мы отметаем учебу и работу, ну что у нас остается? Поход в супермаркет. Много ли вы общаетесь с продавцом в супермаркете? Поход за какими-то документами? Ну, скажете вы там пару фраз, переведенных через переводчик, а-ля мне нужно сделать фотографии или оформить какую-нибудь специальную карточку. Ну, это готово. У прохожего дорогу спросите. У-у-у, великие знания. Google Maps-то, наверное, не существует. И вот здесь очень важно задуматься над тем, что есть языковая среда и как ей правильно пользоваться. Ибо языковая среда — это не про то, чтобы просто находиться в другой стране. Это про то, чтобы действительно этим языком пользоваться, быть именно в языковой среде, не в среде этой страны. То есть как-то коммуницировать на этом языке. Если этих коммуникаций нет, соответственно, развития языка нет. И с этого устраивается понимание. И более разумные отношения к процессу изучения. И, вероятно, развеются некоторые фантазии, где сказать, ой, вот если бы я переехал, вот если бы я, да если бы декабы, я бы тогда уже все выучил. Ну, представьте, что вы живете в другой стране. Представьте, что где вы сейчас находитесь, это другая страна. У нас сейчас большинство молодежи, моих ровесников даже из дома не выходят. И что, вы думаете, вы бы сильно развили свой язык? Мне так не кажется. Конечно, я не преуменьшаю важность действительно языковой среды. Если вы действительно переедете в какую-нибудь Польшу, поступите там в какой-нибудь польский университет и будете учиться на польском, это неминуемо даст вам какое-то фантастическое развитие языка. Просто по той причине, что ситуация у вас будет практически плеткой каждый день заставлять этот польский использовать. Ну и, соответственно, так с любым другим языком. Или если вы устроитесь на работу каким-нибудь официантом в другой стране, и у вас клиенты все время будут спрашивать, типа, а что это такое? А там принесите мне блюда, и вот как-то это вас саботирует. Это безусловно. Это, наверное, один из лучших методов изучения языка. Но, но, здесь все-таки важно себя именно впихнуть в эту языковую среду, а не просто впихнуть свое тело в другую страну и бесконечно надеяться, типа, ну все, я здесь, сейчас оно выучится. Или вот когда я буду там, тогда я выучу. Теперь, когда мы обсудили то, что языковая среда и другая страна, это, по сути, понятия достаточно разные, и далеко не всегда они имеют хоть какую-то под собой связь. Я искренне надеюсь, что я развеял некоторые ваши мифы с тем, что если переехать в другую страну, то язык будет впитываться сам собой. Мы переходим к другой части этого видео. В части о том, что наравне с тем, как существуют люди, которые, живя по 20 лет в другой стране, не говорят на этом языке, существуют и те люди, которые, не выходя из своей комнаты, смогли научиться говорить на каком-нибудь китайском или арабском и делать это на вполне себе приличном уровне, при этом никогда не бывая ни в этих странах, никогда не видясь с настоящими носителями этих языков. И как же это так происходит? Потому что они огромные умы, у них какой-то дар свыше, они супер-дупер усидчивы, или что с ними не так? В чем отличие? Отличие заключается в очень простом факте. В факте того, что эти люди понимают, что такое языковая среда на самом деле. И понимают то, что, используя вот такую вот корабульку, под названием компудахтер, себя можно впихнуть в языковую среду похлеще, чем большинство людей, которые в этих странах живут. Ибо в чем вообще логика изучения языка и как работает основная система? Здесь очень хорошую аналогию можно привести с нейронными сетями. Очень много шума, я думаю, все о них знают. И главная фишка нейронных сетей, почему одна нейронная сеть лучше другой, заключается в объеме информации, которая была загружена в ту или иную нейронную сеть. Можно, конечно, вдаваться в подробности с тем, как мы эту информацию препарируем, там, менять веса, какие-то настройки. Но вот самым основным фактором является впихнуть как можно больше информации. Какой-нибудь чат GPT был лидером и вроде как даже по сей день остается лидером, просто потому, что он имеет огромное количество информации под собой. И учитывая то, что нейронные сети отталкивались от человеческого мозга, то есть их проектировали частично так, как спроектирован человеческий мозг, как я имею в виду схему работы, то и наш мозг работает точно так же. Чем больше информации в себя мы впихиваем, тем больше мы с ней потом оперируем. Соответственно, чем больше вы потребили этого языка, тем лучше вы на нем говорите. И это абсолютно прямая связь. Она вот прям стопроцентная. Нету ничего более прямее, чем вот эта связь между собой. Ни с какими грамматическими книгами, ни с какими упражнениями. Оно есть, но не в той мере, как просто потребление информации. Соответственно, если вы будете каждый день смотреть видео на этом языке, смотреть фильмы на этом языке, читать книги на этом языке, слушать подкасты на этом языке, слушать песни на этом языке, и делать это вот прям безостановочно в каком-то формате. То есть не так, что все, за этот день я выучу весь английский, я просмотрю 15 часов видосов, и после этого я буду знать весь английский. Ендотеп, к сожалению, не работает, и не работает как минимум по той причине, что наш мозг, а, умеет уставать, б, наша память спроектирована другим образом. Наша память запоминает то, что у нас появляется часто, а не то, что появилось единожды, но в большом объеме. Соответственно, гораздо лучше на протяжении недельки тратить на какой-либо язык 1 час в день, нежели за 1 день хапнуть 8 часов контента. Вот. И поэтому, поэтому, к чему мы приходим? Если используя те ресурсы, которые у вас есть, а эти ресурсы, к счастью, есть практически у каждого человека, русскоговорящего как минимум, за весь мир говорить не буду, все-таки существует Африка, просто насматривая контента, потребляя себя как в нейронную сеть, мы можем научиться говорить лучше, чем кто бы то ни был оживящий в этой стране. Поэтому изучайте мир видосиков, изучайте мир кинчиков, изучайте мир музыки, и вуаля, вы заговорите на английском. Ну или там, на китайском. Конечно, не стоит совсем сильно принижать значимость грамматики. Грамматика все-таки полезна, она помогает усваивать информацию быстрее, усваивать ее лучше, и больше связи делать. Некоторые люди, конечно, говорят, типа, блин, а нафига мне грамматика, вон дети изучают язык вообще, слушая своих родителей, смотря там телепередачи по ТВ, и как бы никаких книжек они не используют. Но тут есть другой нюанс, который, как по мне, заключается в том, что мозг взрослого человека уже не настолько пластичен. Соответственно, если нет какой-то такой помощи сфне, а грамматика, где описаны правила, когда нам нужно их не додумывать, а просто прочитать и понять, это вот такая вот помощь, она все-таки, как по мне, необходима. Как минимум, чтобы процесс ускорить. И это, конечно, не значит то, что если вы решили учить новый язык, первое, что вы должны делать, это прям открыть сразу грамматическую книгу. Лично я этого не советую. Лично я советую что-то на этом языке посмотреть сначала. И желательно посмотреть достаточно долго. То есть, вот прям полчаса или час контента, прежде чем к какой-нибудь грамматике приступать. Потому что грамматика очень хорошо любые правила накладываются на то, когда у вас уже есть подсознательное понимание этого процесса. То есть, когда ваш мозг наслушал очень много речи, и он как-то уловил, что а вот в таких-то ситуациях люди это произносят вот так вот. И потом вы это дополняете грамматикой и подтверждаете эти знания. У вас тогда получается супер-мега комбо, и в вашей памяти это прям железобетонно откладывается. Поэтому тут важно балансировать. Хочу напомнить, что вне зависимости от того, где вы смотрите это видео, будь то ВК, Ютуб или что-либо еще, в описании под этим видео вы можете найти ссылки на все мои остальные платформы, где вам может быть порядком удобнее смотреть мои видосы. Поэтому переходите, подписывайтесь и смотрите там, где вам удобно. А на этом разбор языковых сред окончен. Удачи вам в изучении языков и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok